Здравствуйте! Продолжаю свой обзор старого ракешника. Сегодня речь пойдет о группе Свит. Группа из Великобритании, из самого города Лондон, образовала в 68-м году. Звездный состав группы – вокалист Брайан О'Коннелли, ударный Мик Такер, гитарист Энди Скотт, на басе Стив Прист. Надо сказать, что группу Свит, как оказалось, я слушал уже довольно давно, сам даже об этом не знал. Оказывается, с глубокого-глубокого детства. Я всегда считал, что я начал их слушать с пластинок Стринкап и Фенни Адамс, когда уже у меня была довольно приличная аппаратура, колонки. Я купил такую 500-метровку, короче, у меломана со стажем, с которой уже порошок сыпался. Ну, там было стерео, все и навороты, короче. Но, впоследствии, когда я встал, уже у меня появился компьютер, и я, короче, покупал диски на MP3. И там, на этих MP3-шных дисках была такая, как бы, коллекция рок-музыки. И все альбомы любой группы можно было найти. И там я обнаружил, что, оказывается, у них были еще ранние альбомы. Доисторические, как я их сейчас называю. Которые я слышал гораздо раньше, когда еще вообще не понимал даже, что это там за музыка такая играет. Это песенки типа Чоп-Чоп, Фанни-Фанни, Джинни и вот такие вот. Это из первых альбомов Sweet. Я даже не догадывался, что это они. В Союзе они выпускались на таких голубеньких пластиночках гибких. Там буквально было пару песен на каждой стороне. Они были в таких журналах, по-моему, как Кругозор. Что-то такое, да, вот я вспоминаю. И переходили как бы из рук в руки. Так что слушал я их уже, наверное, не соврать лет сорок. Так вот, начинали они вот именно с этих попсовых песенок, как я уже сказал. А далее у них начался период глэм-рока или глиттер-рока, как сейчас говорят. Под воздействием папы этого стиля, Гэри Глиттера, которого тоже я недавно только узнал. Ну, относительно недавно, 15 лет назад я его послушал. Ну, это такой эпатажный персонаж. Вечно ходил в коже, с плеткой. Ну, и композиции такие у него были как бы однообразные, такие. С уклоном на рок-н-ролл. Ну, в принципе, публике он нравился. Композиции довольно простенькие. Я его пару раз послушал, понял, что фигня. Ну, он был, короче, зачинателем этого стиля, который впоследствии стали играть вот Свит и Слейды. Такой эпатажный стиль. Ну, Свита это прослеживается на первых пластинках на альбоме Desolation Boulevard. Вот там прослеживается. Далее они как-то пришли к выводу, что им надо ужесточить звучание. И стали играть такой, в принципе, жесточайший хард-рок с альбомом Fanny Adams. Это самый лучший их альбом, безусловно, который слушать можно бесконечно. 50-100 тысяч у нас, 200 тысяч. Ну, пока вот человек жив, как говорится, не надоест. Тем более, что альбом такой разнообразный, в отличие от того же Geofus iWing. Там композиции в разных стилях, совершенно разных. Вот именно этим славились старые группы все, все. Ну, поскольку группа Свит все-таки второго эшелона, не Led Zeppelin, не Black Sabbath. Видимо, они просто скопировали эти ходы. Ну, как бы то ни было, удачно скопировали. В плане, что вот разнообразие музыки ни в одном ключе, вот долбить, все. Так-то Fanny Adams жесткий альбом, но там же есть и Peppermint Twist. И там, как бы, много всего. Последняя композиция ACDC, вообще, как бы эпохальная композиция. Может, название этой композиции австралийцы взяли, как бы, за название своей группы. Кто знает. Ну, не факт, конечно. Как бы то ни было. Ну, в общем, безусловно, Fanny Adams это самый лучший альбом. Я считаю, что в 74-м году он затмил даже Stormbringer, Deep Apple, затмил. И затмил он даже Don't Be Fooled, Джоди. Хотя тоже неплохой такой альбом. Вот, один из лучших альбомов 74-го года, безусловно. В хард-роковом стиле. Ну, далее они в этом стиле еще выпустили Geofa Savings. Ну, этот альбом, он такой, уже гораздо слабее. Там вот именно прослеживается, что они в одном ключе все играют. На второй, там, стране немножко, как бы, разнообразнее. А первая вся сторона такая однообразная, жесткая. И вот это уже, как бы, становится скучно. Хочу еще добавить, что Sweet они использовали такую, как бы, свою марку. У них было вокальное многоголосие, несмотря на то, что вокал Брайан О'Коннель сам по себе, такой, как бы, многогранный, интересный вокал такой, насыщенный. Многим он нравится. Но они использовали еще и вокальное многоголосие, как бы. Вот это их фирменный стиль, фирменная марка такая. Что у Deep Apple, допустим, если Гилл он пел, то никто ему не подпевал там. А у Sweet вот это было, да. И вот после этого вышел альбом, после Гефаса вышел Off The Record, который был еще слабее. Еще слабее. Там буквально, ну, первая сторона еще как-то она, да, так, более-менее. Сама вот первая песня, Fever of Love, Lost Angels, хорошая композиция в Инди-Сити, Город Ветров. А на второй стороне там уже вообще практически слушать-то нечего. Так что альбом уже еще хуже стал. А тут уже, как говорится, и новая волна стала им на пятки наступать. Они поняли, что надо что-то как-то меняться. И в итоге пришли они опять к попсе. С альбомом Level Headed 78-го года, который, на мой взгляд, ну, хотя там это вот сама песня, композиция Love Is Like Oxygen, она попала в хиты. Но этот альбом уже мне, как бы я вот сколько не слушал, его вообще невозможно слушать. Это попса голимая, такая сладкая опять. И причем она какая-то такая, что вот если, допустим, из первого альбома вот те же Fanny, там это самое, Джинни, они как-то еще нравились. Ну, а вот этот Like, Love Is Like Oxygen, она, во-первых, затянута безмерно, а во-вторых, она какая-то занудная, на мой взгляд. Так что я этот альбом вообще не слушаю абсолютно. И потом у них вышел альбом в 79-м году, как Above the Rest. Тоже альбом довольно-таки слабый, но он все-таки посильнее, чем 78-го года. Там уже нет Брайана Коннолли, поскольку он к тому времени уже сильно был под воздействием алкоголя. Ну, алкоголь это вообще как бы бич всех таких известных музыкантов, кто только не подпадал под его влияние. Ну, вот этот альбом мне как бы даже больше нравится 79-го года, хотя он тоже слабый, безусловно. Первая композиция, в общем-то, ништяк. Ну, и там еще есть пара композиций на первой стороне, таких довольно-таки насыщенных, интересных. Ну, это уже явно такой стиль новой волны. Хард-роком там уже не пахнет. Вторая сторона тоже скучная, слабая. И после этого альбома они фактически сдулись. Сдулись, распались там, Энди Скотт, по-моему, стал в основном что-то там делать. Ну, факт тот, что альбом 80-го года я слышал, там вообще ерунда какая-то. Слушать там вообще нечего. Ну, понятно, что группа второго эшелона, как говорится, таких групп сколько угодно. Взять тех же Юфо. Кто там еще может на это претендовать-то, ну, кроме Юфо. Тот же Драгон, допустим, из новой волны. А вот из роковых команд. Кто бы еще мог так заинтересовать-то даже не знаю. На вскидку не вспомнишь. Ну, в общем, популярность их была такая, как бы кратковременная, да, кратковременная. Ну, сам альбом Фэнни Адамс навечно вошел в историю рока. Навечно. И с этим уже никто не поспорит. Никто. Есть у них еще такой сингл Баурум Блиц. Ну, это тоже из серии Глэм Рока. Многим он тоже нравится. Мне не очень, как бы. Мне в основном нравится вот практически весь Фэнни Адамс. Дезолейшн Бульвард нравится вот еще. Ну, и этот вот сборник такой, стрингап, он, как бы, более-менее такой, как бы, вобрал все лучшие композиции. Так что, если кто не в курсе, советую начинать вот с этих альбомов. Это и есть, как бы, самая суть группы Свит. Иначе называемая конфета, сладкий. Это, как бы, их лучшие вещи. Все же считаю, что группа неординарная, довольно известная в Роке, так же, как и Слейды. И слушать их есть смысл. Если хотите иметь представление о Роке, рок-музыке того периода, 70-х годов. Свит, безусловно, внесли свою эпохальную лепту. Спасибо.